Весь прошлый год все врачи занимались в основном лечением острой фазы коронавирусной инфекции, но к концу года стало всем очевидно, что помимо острой фазы у коронавирусной инфекции есть какие-то долгосрочные последствия. И в декабре прошлого года были внесены уточнения в международную классификацию болезней, и международная классификация болезней была дополнена постковидным синдромом. Что касается неврологических осложнений, их можно разделить на две большие группы. Это очень тяжелые, серьезные повреждения нервной системы, которые обычно возникают в острой фазе болезни. Обычно это первые недели заболевания. Это инсульты, энцефалиты, судороги, повреждения нервов с развитием параличей и парезов. К счастью, такие осложнения встречаются редко, и известны только единичные публикации о таких ситуациях. Другими последствиями являются более легкие и менее тяжелые, которые возникают в отсутствии явного повреждения нервной системы, но возникают довольно часто, и они становятся очевидны обычно уже после того, как пациент выздоровел. Хотя начаться они могут и в острой фазе болезни, просто они перекрываются другими, более тяжелыми симптомами. В основном пациенты жалуются на нарушение или извращение обоняния, на повышенную утомляемость, невозможность выполнять свои привычные обязанности в том же объеме, что было до болезни. На трудности концентрации внимания, которые обозначаются как туман или тяжесть в голове, невозможность сконцентрироваться. Тревоги, депрессии. Какие-то пациенты сталкиваются впервые в жизни с паническими атаками. Могут быть мышечные боли, могут быть неприятные ощущения в руках и ногах, покалывания, ползания мурашек. К счастью, к настоящему моменту не доказано, что коронавирусная инфекция может иметь долгосрочные последствия для нервной системы и продолжать повреждать нервную ткань и после острого периода. В частности, пока нет убедительных доказательств того, что повышаются риски болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона. Поэтому все побочные эффекты коронавирусной инфекции обычно полностью обратимы в течение 6, 8 или 9 месяцев. Вообще риск развития нейропсихиатрических синдромов у взрослых людей после перенесенной коронавирусной инфекции удваивается. Поэтому мы очень советуем проверить, есть ли тревоги или депрессии у человека, перенесшего коронавирус. Тревожные и депрессивные расстройства хорошо поддаются лечению, и это может существенно повысить качество жизни человека. Часто пациенты стремятся как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни и незаметно для себя дают нагрузку выше той, к которой сейчас адаптирован организм. Мы обычно советуем снизить нагрузку, потому что период после перенесенной инфекции действительно может оставлять после себя слабость. И это касается не только коронавирусной инфекции, а, например, хорошо известных инфекций, как грипп. Просто после коронавирусной инфекции этот период может быть намного дольше. Кроме этого, мы советуем продолжать реабилитационные мероприятия вместе с врачами. Например, постепенно повышать физическую нагрузку и постепенно возвращаться к привычным тренировкам. Имеет смысл пройти полное обследование, потому что часть симптомов может быть связана с наличием других последствий коронавирусной инфекции, например, со стороны сердечно-сосудистой системы или со стороны дыхательной системы. И все вместе эти симптомы могут давать вот такую неприятную патологическую утомляемость. Если вы долго не можете восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции, обратитесь к врачу. Он поможет составить план наиболее приоритетных действий, подходящих именно вам.